Книга «Открытым оком» 5 том. Тема Лапкин книги. Вопрос 1463. При перепечатке их трудами или чтобы указывали на их труд. Не занимаетесь ли вы плагиатом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никогда не заботюсь о подобном. Главное, чтобы людям дать пищу духовную, чистую, оживить то, что давно замерло. Плагиатом не занимался. Зачем мне присваивать чужое, выдавать за свое, похищать, не преднадлежащее мне? У меня своего столько, что мне это никогда не издать. В 2002 году в раз было издано 8 книг моих. В центральных изданиях встречал стихи под моим именем, но я их за свои не признал. Это уже антиплагиат. Когда мы готовились издавать один из материалов, то было однажды высказано неудовольствие теми, от кого уж никогда, никак этого не ожидал, от верующих. Верующие же, наоборот, должны всячески заботиться, чтобы доброе, чем их наградил Бог, как можно шире и больше распространить повсюду. Это случилось относительно толкования апокалипсиса, которое собрал отец Геннадий Фаст. Было письмо от Миндалёва Игоря Викторовича. Почтовый индекс 660-028, Красноярск, улица Лада-Хицхавели, 44-15. Вот мой ответ им. Мир вам, красноярские труженики! Получил от вас тревоженное письмо от того, что мы уже на днях можем начать издательство Апокалипсиса. Трудно мне в это поверить, что от этого могут беспокоиться верующие люди. Вот если бы мы сокрыли такое сокровище, тогда беспокойство было бы оправдано, ибо за сокрытое будет взыскание. А если приобретается, увеличивается талант, тираж, то этому можно только радоваться. Конечно, если речь идёт не о коммерческой операции, а о вести Господней. Толкование на Апокалипсис отца отец Геннадий, ещё будучи Генрихом Фастом, начинал в моей квартирке по моему настоянию и совету, чего он и не отрицает предисловием. И когда был единственный оригинал, им написано, а я его так торопил, то его мы тут же начали начитывать на плёнку. Одна катушка-плёнка на 375 метрах на четырёх дорожках, продолжительностью 8 часов 20 минут. Вошло всё ровно на три катушки. Комплект назывался «Откровение». В момент, когда мы начали готовить аппаратуру, было уже 24 часа ночи. Мы ушли на улицу и обнаружили, что за нами снова следят машины, в кавычках, товарищами. Мы созвали советы с братьями, бывшие у нас дома, что делать. Или прятать этот единственный экземпляр, который на бумаге, или начинать начитывать его. Помолились и решили тут же начинать начитывать. И дня через три у нас плёнки уже были готовы. И тогда запустили студию. Работала перезапись сразу на девяти четырёх дорожечных магнитофонов «Маяк-205». Запись шла одновременно на двух дорожках в одном направлении круглосуточно на скорость 19 см в секунду. То есть в 8 раз быстрее, чем потом будем прослушивать на скорости 4,7 см в секунду. Через неделю мы выдали уже, видимо, около сотни экземпляров, и они разошлись по всему Союзу и даже дальше. Речи никакой тогда и не было, кроме одного. Как можно скорее, как можно шире. Арест остановил на время голос апокалипсиса. Часть наших архивов мы с плёнок списываем, специально сделав так магнитофон, чтобы ногой останавливать рычаг. И по предложению движемся вперёд. Прошлый год мы списали на бумагу около сотни маленьких аудиокассет по часу и по полтора кассета. Этот год был для нас необычен, потому что за год вышел у нас 8 книг общим объёмом более 4030 страниц. Сейчас работаем над новым заветным столкованием. Это три тома под 752 страницы. Первый уже отзеркалили, второй и третий идёт корректировка. Сверху полностью уже всё готово. Дело только за деньгами стало. На сдвиг нужно около 300 тысяч рублей. Будем издавать в твёрдом переплёте, сшитой на овсетной белой бумаге. И во все три тома войдёт около 96 гравюр Густава Дорен. Толкование не наше, обложенного фифилакта до апокалипсиса. Ничего лучше толкования, собранного отцом Геннадием Фастом, под рукой в данный момент не имеем, а потому его включаем. Хорошо, что есть смерть, говорит Златоуст. Нам не было протеста ни от апостолов, ни от фифилакта, что мы издаём их труды. Таким образом, будет толкование на весь Новый Завет. Внесены изменения только в отдельные главы от стиха через двоеточие. Жирным курсивом взяты все места из Библии. И перед каждым местом писания стоит точное указание книги. На блаженного фифилакта даются комментарии только на те места толкования, где говорится о необходимости проповеди. Ничего мы не толкуем. Задача стоит очень простая – оживить толкование, сделать его живым и истинным. В апокалипсисе мы не находим таких мест, требующих комментариев. Но места, где говорится о необходимости проповеди, выделены жирным подчёркиванием. И глава от стиха через двоеточие отделены. Это наилучшее разделение, что сегодня во всех симфониях и в большинстве Библии и книг, как у православных, так и у протестантов. Теперь по вашему письму. С недоумением мы узнали от отца Геннадия. Какое уж тут недоумение? Вы напишите «Не так, а с великой радостью мы узнали от отца Геннадия». И очень удивительно, что вы решили воспользоваться плодами трудов с такой лёгкостью. Слово «всё это принадлежит вам», отняв у нас право первоиздателей. Право первоиздателей, как я написал выше, уже ушло в историю и принадлежит мне. И я это право сполна оплатил. Отец Геннадий мой, значит, его труды тоже мои, как и мои, принадлежат ему. Труды эти разве могут окупить пользу, какую могут люди иметь для спасения их души? Нужно торопиться. Мне нелегко всё даётся. Я молю Бога, чтобы он поспешествовал. Отец Геннадий воспользовался моими знаниями, чтобы прийти в православие. Тут он воспользовался трудами не только Андрея Кесария Капатакийской, но и других отцов церкви. Так и должно быть. Мы дети одного отца, и нам нужно поддерживать друг друга и радоваться, когда семя Слова Божия размножается. Вы должны радоваться, что ваш труд тоже помог этому делу благовестием. Мне ведь от этого уже ничего не нужно. И я не коммерцией занимаюсь, а благовестием. Мы все свои книги уже выставили в интернет, и теперь идёт перевод на английский язык. И везде делаем приписку, что кто бы ни был, могут распространять как можно шире этого интереса в Церкви Христовой. Златоуз просит об этом своих прихожан. Это тем более возмутительно, что мы, если уж очень хотите издать этот труд отца Геннадия, то так и быть. Издавайте, но без своих комментариев. Ничего не пойму. Или это пишут мне друзья отца Геннадия, которые будут с ним на суде Божьем. Что за претензии? Что за амбиции? Очень вы нас огорчили. Переделайте эту фразу так. Очень и очень вы. Очень и очень нас вы обрадовали, что мы ещё и не разродились, а дитя уже кричать начинает. Филипийцам 1.18. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, посему не медлите, спешите, а то вообще можете не издать. Но у нас пока два тома пройдут, а Апокалипсис будет только в третьем томе. Это будет красота. По девяти пунктам это издание будет лучше самого хорошего патриаршего. Мы заранее можем сказать, что мы им уступаем только по двум пунктам. Крупные буквы и шикарное оформление. А это уже дело не ума, а мошны. Я вас услышал и благодарю за молитвы. Последнюю главу вы вставили прямо из Андрея Кесарийского. Поспешите. Последнюю главу мы вставили прямо из Андрея Кесарийского. Поспешите, чтобы было у нас полнее. Скорее пришите последнюю главу откровения в толковании этих отцов, что обработал отец Геннадий. Всех ваших сотрудников сердечно благодарим за ваши труды по изданию журналов. Я просил отца Геннадия несколько раз дискеты с уже набранным, но он не прислал. И нам пришлось все сканировать из журнала 10 января 2003 года. Субтитры создавал DimaTorzok